всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру фифа 17 вокруг света и у нас play of млс до достигли мы достигли мы этого момента заняли первое место в своем не дивизионе в своей конференции конечно же ну и готовы рвать сан-хосе сначала проведем тренировочку по быстренькому прокачаем немножечко манны но он собственно не прокачался по рейтингу хотя некоторые 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 возможности он себя себе усовершенствовал также конечно же посетим пресс-конференцию естественно покритикуем тренера сан-хосе несмотря на то что он достойно в прошлом матче сыграл с ванкувером свел матч в ничью мы все равно его продолжим критиковать ну и напомню что в конце прошлой серии пришла радостная новость монтеро восстановился но все равно в первом матче в гостевом против сан-хосе мы сыграем той самой схемой которую я наигрывал под хуртадо он смотрите он хочет в старт он говорит я в отличной форме ну давай посмотрим но он действительно в отличной форме но как видите с повреждением может быть тогда я его в запас поставлю и в конце в самом конце выпущу ну чтобы он входил действительно форму приобретал опять уверенность себе посмотрим но в старте я его не рискну выпускать он может тогда вообще сломаться а кто знает может быть нам придется и следующий сезон начинать здесь в ванкувере потому что я то буду ждать предложение именно из европы так что посмотрим посмотрим если их не будет то придется и в следующем сезоне опять играть за ванкувер но по ходу дела всегда посматривать вакансии и ждать 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 предложение из европы такие дела ну что ж все готово к матчу я тут все настроил поставил все эти задачи хуртадо сразу со старта он с этими будет задачами играть ну и состав на первый матч плей-офф гостевой против сан-хосе здесь работает правило гостевых мячей если что поэтому крайне важно забить именно в этом матче манэ слева течера справа мискида под нападающим не рискую я выпускать паласиоса в этой встрече пусть он в резерве посидит все-таки важный матч джейкобсон лаба в центре поля наши опытные и самая сыгранная наверное пара ну и защита тоже традиционная харви уостон паркер вильямс и оустед на воротах капитан команды поехали ребята поехали и нужно конечно если все будет удачно не забыть выпустить монтеро стейт муниципал дождь все готово к матчу поехали стартовый свисток уже есть судья призвал команды начинать ну что помните да как мы играли нужно также действовать нужно также действовать как с портландом играли также 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 вот вильямс первый навес пошел но прям в руки вратаря пока что вся игра на дальние бровки и смотрите наша тактика у соперника сан-хосе навешивать джейкобсон мискида хуртадо пытается открыться по центру нужен фланг нужен фланг хотя и по центру здесь лаба открывается хуртадо нет офсайда крайне защитник застрял хуртадо отличное открывание надо забивать 1-0 эрик хуртадо пожалуйста я же говорил он раскроется при этой схеме и при этих задачах ну что ж гостевой мяч уже есть отлично причем по центру прорвали и фланги не использовали навесы да знаете может быть я эту схему и потом на постоянной основе буду использовать монтеро может и тут себя проявить шестой мяч вы мало из хуртадо отлично причем 4 он забил до в последних матчах манэ сразу перехват великолепно разворот мискида дальше на хуртадо не точный пас течера подачи углового попробуем на дальнюю штангу навес вратарь выходит и забирает мяч нет на дальнюю штангу никак у меня не получается сделать нормальный навес харви хороший отбор но а вот в пользу санхосе они действительно по флангам пытаются нас прокачать раскачать прокачать нашу оборону хотят по флангам раскачать хотят сделать точный навес пока что держимся пока что оборона работает как часы у нас вот еще один навес видите паркер давай без приемов мяча сразу лучше выбивай течера обыграя здесь один в один смещается в центр снова левый фланг подключить тоже там левый фланг ну ладно через правый пойдем вильямс мискида снова вильямс где же хуртадо вильямс удержал мяч подача с левой ноги вот хуртадо ну же и выше перекладины второй момент у хуртадо первого он использовал сейчас чуть выше но там в борьбе защитником пробивал тактика санхосе кстати немножечко поменялась теперь они играют длинными передачами на фланг то есть прямо со своей половины забрасывают и стремятся там принять мяч и навесить уже штрафную то есть если раньше они старались через короткий пас пройти то теперь немножко все иначе хотя вот и через центр пошла атака нас снова на фланг доукинс а марикова очередной навес будет нет паркер очередной отбор мискида как отборолся и подача на хуртадо ай-яй-яй-яй-яй не смог собладать со своим телом неудобно было там конечно но как-то исхитриться пробить может через себя навес то был знатный первый тайм подходит концу штрафной у ворот ванкувера санхосе что придумает очередной навес до очередная подача ой-ёй-ёй-ёй и ведь она прошла харви как же так ты вроде был ближе к мячу мне показалось но нет хоусы 1-1 да обычный стандарт вот чем завершился ну что ж хорошо но один на один в гостях это приемлемый результат хотя конечно надо выигрывать и надо забивать второй в таком случае будем пытаться сделать это во втором тайме пока что один-один офсайт ребят это офсайт к сожалению это офсайт да хуртадо уже радуется но нет я замер в ожидании что счет изменится но нет было видно что офсайт первый пас не прошел а второй ну да чуть-чуть забежал хотя нет даже не чуть-чуть на два корпуса хуртадо был впереди защитников смотри заброс обычный скидка на фланг и что подачи опять да паркер нормально мискида прошел защитника и сразу решил пробить под левой ногой был мяч элис подкате был хорош попробуем разыграть угловой манэ ну разве это не нарушение ладно угловой ждут уже розыгрыша ждут смотри бежит за мной манэ течера и вот нужен хороший навес на дальнюю штангу прям в руки вратаря пятьдесят девятая минута встречи пока не хочу делать замены пока верю в этот состав джейкобсон манэ раскачает лаба здесь на правый фланг переводим вильямс лаба по флангу не хочешь забежать не хочет манэ раскачиваем 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 передача на харви навес слишком сильно переборщил здесь навесом подбор нужно взять паркер ну почему не играешь почему просто бежишь ну здесь должен надежно сыграть да паркер ну-ка соберись угловой на ровном месте что такое понятно что под прессингом но надо было скинуть вратарю спокойно навес паркер вот сейчас здорово мискида куртада бежит 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 свободную зону здорово получает мяч мискида мискида здорово дальше на манэ проходит пас манэ 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 2 1 да второй гостевой гол ванкувер снова выходит вперед отличный удар в дальний угол хладнокровно манэ можно и кульбит здесь сделать просто идеальная контратака как по нотам разыграли как часики тикают так у нас контратаки проходят ай великолепно ну и удар заключительный до завершающий не просто было забить с этой позиции надо было попасть в дальний угол точно манэ с этой задачей справился ну что ж два гостевых мяча и 2 1 счет хороший запас перед домашним ответным поединком я думаю на 20 минут и даже на меньше можно выпустить монтера давай вперед но не только его еще баланился направо потому что ты чир очень устал ну и налево барнса центр поля я оставлю таким же как и вышел со стартового свистка до наш этот состав в центре поля опорников и центрального атакующего полузащитника манэ хорош кто же да должен был забить как не манэ в таком важном матче но это еще не самый важный матч я думаю у нас впереди еще и полуфинал и финал так что надеюсь что он голы припасы для этих стадий мискида манэ передача на фланг харви подача никто не успевает здесь ух востон но это фолк конечно в подкате полетел желтая карточка наконец-то произойдут замены кендалл востон но там был бы проход по флангу с его скоростью он бы не успел здесь надо было дав подкате прыгать лицом можно сказать завалил тут оппонента замены произошли ну что монтера возвращение после длительного отсутствия вильямс какой отбор и в центр нужно пас сделать точный только пас переборщил маленький бармс на свежести подача на дальнюю штангу надо было посильнее ну и если в центр то послабее пошло не туда и не туда миски да ох какой разрезающий просто невозможный пас да но монтера кстати нормально вышел так пас поиграл я специально не шел им в борьбу чтобы не дай бог не усугубить повреждения надеюсь что это поможет ему быстрее прийти форму и уже в следующем матче мы выйдем привычным сочетанием в привычном составе есть монтера в старте потому что как ни крути трудные трудности возникают с этой перестройкой да 21 в гостевом поединке 2-1 хороший запас хороший запас еще домашний матч так что расслабляться рано один удар всего лишь у сан-хосе в обороне сыграли просто идеально миски да лучший игрок матча ну и надо сказать что хуртада сыграл на 8.6 мане на 8.5 поэтому все большие молодцы на желтых карточках у нас и остин и паркер закончили этот матч тут левис еще один канадец заныл понимаю что не отношусь к топ футболистам клуба так что я буду ценить любой предоставленный шанс ну а монтера говорит конечно же спасибо тейберт снова хочет уйти да у тебя контракт заканчивается ты так уйдешь так ну и пресс-конференция по традиции конечно критикую я по-моему даже не тренера покритиковал сейчас а вообще команда не просмотр задач так дойти до четверть финала плей-офф стадия 1 4 ну как бы мы же дошли что такое почему галочка не стоит может быть чуть позже она поставится если мы выйдем в полуфинал не знаю ну прибыль понятное дело кстати почему у нас прибыль меньше стало куда выезд игроков зарплата игроков 99000 куда деньги идут не понимаю обслуживание стадиона ладно сейчас дома будем играть там уже другой калинкор и прибыль пойдет ну что ж вернулись к привычному сочетанию еще нужно конечно же востана поставить в основу наконец-то на постоянной опять-таки основе уж простите за тавтологию потому что тогда он был травмирован я его убрал и перед каждым матчем приходилось вручную его возвращать в стартовый состав наконец-то этого я делать не буду да 4-3-3 атакующая наша любимая схема возвращается на домашний матч может быть я этим удивлю соперника опять тренера соперника в Сан-Хосе поехали 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 ну вроде все готовы да все готовы рвать и метать и Монтеро в том числе Джефферсон Роберт Форд будет обслуживать сегодняшний матч стартовый свисток прозвучал ну что я надеюсь что стадион полностью в болельщиках усеян болельщиками заполнен и Ванкувер готов рвать и метать нам важно не проиграть 0-2 я знаете что заметил как-то темновато не по-моему в темное время суток в такое мы еще на своем стадионе не играли включите нормальное освещение в конце концов Мане на скорости влетал хороший заброс был на фланг и его остановили там не по правилам так ну давайте попробуем Монтеро удар мне там советовали что нужно две полоски ну вот видите две полоски куда мяч уходит Сан Хосе немножко перестроился и пытается на владение мячом сейчас действовать что меня немножко удивляет они так не играли в домашнем матче а в гостевом решили попробовать ну окей Манны на дриблинге что дальше? а дальше не получился финт ну ладно угловой в этот раз дадут разыграть позволят нормально да нет смотри бежит сразу бежит Тачера навес на дальнюю штангу Востон скидка ну же не выбирался игрок это Паркер как всегда тормозит Мане еще один навес Тачера головой один из самых низкорослых игроков у нас пошел играть очень смело снова Мане разворачивается передача защитнику Харви дальше Лаба пяточкой нет надо вернуть нашу игру пятками опа Остон пролетает и контратака опасная Хоусен он забил нам в первом матче Остон корпус Остона великолепен наш защитник сзади по ногам Лаби желтую карточку пожалуйста капитан спасибо судья рефери вы разобрались никаких претензий Мискида хороший разворот в разрез передачи на Монтеро если бы прошло как тонко Мискида Харви тут оказался и в разрез на Монтеро проходит пас Монтеро возвращение легенды Ванкувер Вайт Кэпс понаписали там в комментариях под одним из выпусков карьеры что Монтеро там в Китае играет ну он точнее в аренде в Ванкувере из китайского клуба пришел все это не важно тут он наш игрок полноценно наш футболист никаких аренд а все потому что китайской лиги в FIFA нет и выходят из положения разработчики электроникар с тем что просто ставят состав этого игрока и он никуда не девается уже 15 мяч Фредди Монтеро но задача для Сан-Хосе остается прежней забить два мяча 38 минута встречи я если честно сейчас просто играю в контроль мяча жду что будет предпринимать Сан-Хосе пытаюсь тоже вскрыть их оборону за счет разрезающих передач мискиды в том числе и Джейкобсона и лабы Монтеро опять эти передачи пятка и Джейкобсон не хватило ему расторопности идеально выводили на удар заканчивается потихонечку первый тайм ответного матча 1-4 финала плей-офф МЛС или полуфинала конференции кому как больше нравится 1-0 Ванкувер впереди 3-1 общий счет главное сейчас второй тайм не провалить и не пропустить два мяча состав остается прежним поехали Салинас вместо Урения у них вышел Урения это кстати футболист который выступал в российском чемпионате если мне не изменяет память а голову Оста начиркнул мяч и отправился на угловой Оустед так ну что это такое пожалуйста не надо вот сейчас паниковать все же спокойно моментов у Сан-Хосе нет мы потихонечку контратакуем все ведь идеально Монтеро вон открывается Течера Вильянс ай в пятку ну хорошо Монтеро все равно все тут прочитал Джейкобсон и снова разыгранная по нотам контратака ребята с нами нельзя раскрываться 2-0 Джейкобсон какой у него мяч в МЛС тоже забивал частенько дальними ударами не только дальними ударами свободную зону пас Монтеро и до свидания все Бингем братарь Сан-Хосе тут ничем не помог уже пятый мяч ну не так много но я думал если честно побольше забивал для центрального полузащитника в самый раз Моне ой-ой-ой сам перехватил сам идет вперед разворачивается передача Монтеро удар не получился потихонечку уже 60-я минута подошла к концу в этом матче счет 2-0 означает что Сан-Хосе теперь нужно 3 забивать они вон фалят в атаке вместо этого Моне идеально принимает мяч а дальше что дальше усталость сказывается Джейкобсон Мискида а это разве не нарушение нет плечо в плечо корпус все по правилам Монтеро заброс на Мискиду не дают ему тут выскочить на рандеву с братарем Джейкобсон идеально и удар ух Джейкобсон 3-0 дубль Джейкобсона вот это вколотил вот это вколошматил я бы сказал выиграл здесь верховой мяч и приложился мощный очень удар был сильный мяч полетел быстро братарь ничего не успел сделать не ожидал такого Джейкобсона ну вот его и шестой мяч в МЛС так и он у нас больше всех устал но он сделал свое дело сегодня можно его заменять пусть Флорес выйдет именно в эту зону также можно попробовать выпустить Бастасов в центр ну и Мане подустал пусть выйдет Барнс 4 мяча конечно же Сан-Хосе уже не забьет я думаю все это понимают так Барнс странный финт ну это я виноват тем не менее нужно до обороняться у них по-моему еще ни одного удара вообще не было за весь матч идеально оборонно играет это называется Монтеро вернулся у нас сразу все вернулось вся наша лучшая игра лучшие взаимодействия на поле и идеальный матч проводим Монтеро сразу все знакомо да как играть вот как финтить в том числе и за Монтеро как раздавать в такие передачи изящные как Бастасом забивать нет не забивает с правой ноги в штангу эх комбинация очередная красивейшая комбинация Тачера Монтеро скидка на Флореса удар ух ты подставил бы голову Паркер сейчас курьезный гол увидели бы мы Бастас выходит Монтеро о господи на секунду опять сердце ёкнуло думал Монтеро сейчас не встанет такой жесткий контакт был там при ударе Монтеро а какой пас опять от Бастаса да но ведь конфетка снова пяточки пошли у нас Бастас а тут затянул долго обрабатывал да дома просто разорвали в итоге Сан-Хосе критика была не напрасной тренера Бастас Монтеро опять пяточка не прошла на Флореса передача считанные секунды остаются до выхода Ванкувера в полуфинал плей-офф МЛС и в финал конференции и скорее всего там сыграем с Лос-Анджелес с Гэлэкси да опять четвертый и в пятый раз уже за этот сезон пока что была победа сначала было поражение потом реванш победа потом была ничья в регулярке ну смотрим сейчас смотрим на кого мы попали надеюсь что там галочка уже у нас стоит да ни одного удара у Сан-Хосе вот это да вот это мы сыграли в оборонке и Джейкобсон естественно лучший игрок встречи ну конечно конечно же Лос-Анджелес Гэлэкси кто бы сомневался и еще два матча против них и еще два дерби против них а в соседней конференции Нью-Йорк Сити уже в полуфинале будет играть Чикаго да возможно Нью-Йорк Сити будет в финале да финал конференции Ванкувер Whitecaps против Лос-Анджелес Гэлэкси и полуфинал МЛС ну что ж пресс-конференция ребята пресс-конференция я естественно покритикую несмотря на то что Лос-Анджелес Гэлэкси хорошо выступает я покритикую их тренера ох рискую сейчас а почему же у меня все еще не стоит задача дойти до четверть финала плей-офф галочка все равно еще не поставлена не знаю может быть по окончании сезона скорее всего ну кстати рейтинг тренера увеличился 81 так что неспроста это все неспроста итак первый матч в гостях у нас преимущество своей арены всегда легче играть ответный матч именно дома потому что мы заняли первое место в своей конференции ну что ж давайте что-ли приступать к формированию состава на этот поединок ну давай в синий сыграем итак у нас кстати немножко подустала снова-то Монтеро Течера Монео видите небольшая усталость наблюдается попробуем Боланиоса вместо Течеры в старте выпустить Флореса вместо Джейкобсона наверное Тейберта вместо Лабы в ответном матче в дома уже сыграет полностью основа или все передохнут Паласиос Паласиос и Монтеро вот я их еще в паре нормально не видел Моне пусть останется без него никак ну и защитники защитники вот крайних бы я заменил тоже иногда у нас выходят запасные такие как Де Йонг и Сейлер и они ничуть не хуже основы так что все все готово к матчу Фуртата тоже надо будет выпустить во втором тайме потому что Монтеро подуставший поехали стадион Нидер ну наверняка Лос-Анджелес Гэлэкси надеется здесь какое-то преимущество себе оформить чтобы уже в ответке выстоять на нашем стадионе да Жоу Педро все здесь Моне сразу в отбор пошел тоже в своем стиле передача прям по центру была и рикошет угловой центральные защитники должны быть крайне внимательными в этом поединке навес Моне что ты делаешь немножечко отскакиваем я не понимаю всегда нажимаю кнопку выноса или передачи но иногда футболисты принимают все-таки мяч меня это немножко тревожит Моне подача Монтеро забивать же надо было но удар хороший Роу парировал Моне на фланге разобрался с двумя подал точно на голову Монтеро он выиграл борьбу у защитника который превосходит его по габаритам ой я уже заговариваюсь ребята волнуюсь но Роу тащит Роу тащит угловой Боланьос подача Уостон не доходит у него мяч Паласио здесь на подборе еще один угловой сейчас наверное сходу навесим да попробуем прям в центр подача Уостон пролетает мимо Паласио с лету в небеса Тейбрит отлично на Монтеро в дальний угол защитника вынос через себя неплохо снова Моне Де Йонг долго слишком подключался туда еще и зону сейчас открыл пока он подключался Моне уже накрыли контратаку Лос-Анджелес Галакси нужно накрывать и это делает Паркер Боланьос ускользнул защитника ну что это такое ну я уже готовил там точный навес ах одиннадцатый номер давай-ка ну это желтая карточка хотя так воинственно к нему подбежал арбитр нацелено я бы сказал но красную тут не за что было давать все-таки желтая хотя подкат сзади Боланьос подача на ближнюю штангу Остон успеет или нет Джонс перед ним прям вынес Остон там пытался подрезать Паласиос а то загрышь подача ух ты интересная подача скидка в центр Остон не добирается до мяча закрывают его там важно забить в гостях нам очень важно Моне снова с Дайонгом тут пытается разыграть комбинацию кто в центре в центре Паласиос Флорес можно отсюда бить рядом со штангой хотя далековато все же не так близко как хотелось бы отличный шанс отличная возможность забить Остон браво 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 датчанин просто лучший удар с острого угла но какая разница очень опасно он уже так пропускал у нас пропускал молодец угловой а вот сейчас важно важно отбиться ух никто не трогал мяч удар от ворот Монтеро отклеился удар в ногу защитника но надо сразу бить в таких ситуациях иначе все равно накроют хотя можно подождать подключение партнеров мы нацелены на удар все же нам есть на Уостон на удар еще один сейв вратарь у Гэлакси поймал Кураж подача снова Уостон нет Баланиус навес на дальнюю штангу Мане должен принять свечу укоротил Мане подача Монтеро удар слет уроу нагнетаем нагнетаем Баланиус очередной навес на Паласиоса и ведь он пробил 2-5 по ударам Мане здорово навес только ненужный все-таки надо было простреливать мне кажется хотя Деонг левый защитник мог замкнуть головой там Паласиос Мантеро ай передача ну слишком изящно можно было и попроще наверное да просто у нас уже не один раз так проходило думал что и сейчас пройдет Маланиус хороший навес это Флорес подключается и еще один угловой сколько угловых с Гэлакси еще не разыгрывали ни разу давайте попробуем Паласиос подача ой совсем не получилось и причем аут в пользу Гэлакси надо было по старинке разыгрывать ну то есть назад скинуть и навесить я решил самим Паласиосом попробовать не получилось последняя атака тайма скорее всего Паласиос перехват в центре поля от Whitecaps Montero а черт получает по ногам и кажется получает вместе с этим ударом очередную травму Баласиос Баласиос ну-ка отсюда ух еще один сейф смотрим что там с Montero давай приходи в себя что же ты стал ломаться то у нас да все нормально с ним да все пришел в себя но как я говорил во втором тайме этого матча надо его заменить чтобы в домашнем поединке он был как огурец ну и Манет тоже давай попробуем Барнса налево надеюсь что центральные защитники у нас выдержат ответный матч тоже они единственные ну и братарь кто у нас не ротируется при таком плотном графике Дайонг подключается слева Хуртадо Дайонг не дали подать будет ли угловой да будет угловой очередной навес Баланюса Дайонг скидка Остон эй ну что Остон будешь скидывать аут скидка не прошла к сожалению Хуртадо передача на Флореса Флорес оттеснили Тейбер с левой ноги прям по центру низом это в руки вратаря Остон надо успевать Остон надо успевать Дайонг здесь на подстраховке уже ну включайся ой Дайонг убежал куда вот они вот они резервные защитники крайние рядом со штангой мяч Остон не успевал Остон не успевал подача с угла поля рикошеты мяч вылетает Джованни Бронхарт я хотел сказать Дос Сантос конечно же Джованни Дос Сантос Барнс Паласио в центре Барнс обыгрывает один в один еще одного кто-нибудь кто-нибудь поможет Тейберт Куртадо Барнс и дальше на фланг Баланюс разворачивается навес ну а там был Паласио Передача Баланюс из Ардес этот снова хорош в отборе желтую получил но не перестал стараться бороться и жестко играть так 68 минута встречи я сделал парочку перестановок можно сделать еще одну Бастус вместо Паласио и и попробовать может быть поменять схему все-таки все-таки поменять схему вы понимаете на какую да на ту самую заточенную под Хуртадо так Баланю значит сюда у нас идет Лорес Бастас так ну и Хуртадо задачей само собой оставаться в центре и забегать за защитников ну что поехали план Б Барнс два отбора великолепных вернуть Барнсу Хуртадо да ладно да что ж такое и сразу наша схема и тактика сработала контратака прошла идеальный пас и принял же хорошо почему срезался мяч то ой Хуртадо вот это жестокий был подкат и что даже желтый не будет вот уж приехали так тут надо разыгрывать конечно же Барнс Баланюс в одно касание а вернуть ему мяч уже не получилось потому что Баланюс выключился из игры Паркер да что что будешь делать ты с тобой Паркер мимо мяча пролетел будет еще одна подача я знаю я знаю вот он навес Лостон ну вот Лостон всегда надежен да Тейбер ну шевелись пожалуйста удар дальний Оустед засейвил еще один удар штанга ох отскакиваем угловой и добивания не было после этой штанги вот так концовочка подача аккуратно еще один угловой 81 минута встречи убежать бы сейчас в контратаку какую-нибудь а навес Остон еще один угловой будет да закидали угловыми просто закидали в конце Лос-Анджелес Гэлакси включился еще один навес Оустед да надежен здесь надежен аккуратнее Барнс ну Хуртада будешь забегать Барнс передача в центр ах и там уже выводили Хуртада да это мы все видели какой замысел был этой атаки Боланиус центр Бастас Флорес Барнс Хуртадо и снова подкат очень жестко с Хуртадо играет постоянно сзади подкатываются судья надо пресекать я тебя похвалил вначале за желтую карточку ну а потом то что да еще одна желтая нам от нее правда не холодно не жарко Тейберт с правой ноги не лучший вариант он левша Хуртада точный пас на Барнса дальше Флорес Барнс забегает Барнс разворачивается навес угловой должен быть да угловой уже у ворот Гэлэкси пробуем разыгрывать с Хуртадо Баланес навес на дальнюю Остон давай выше ворот точно на голову ведь мяч летел ну вот вроде все получалось причем и у Гэлэкси получалось да временами атаковать хорошо но забить никто не смог ни у кого не получилось Остон с Джованни справляется но правда потом скорости не хватает успеть Оустед похоже будет 0-0 и все решится в следующей серии в домашнем поединке ребята похоже что так да похоже что так 0-0 в гостях и дома нам нельзя будет пропускать ни в коем случае но если пропускать то забивать потом 2 будет надо так что предельно аккуратно в обороне будем играть но там сыграет полностью основа смотрите на статистику 14-6 по ударам 6-4 удары в створ владение мячом 55 на 45 в главы 9-6 в общем красивый футбол обоюдоострый Баланес лучший игрок матча вот так да Монтера мог лучше сыграть Манэ мог лучше сыграть Хуртада если бы так не косили ну да ладно ну что я даже в этой серии сразу же покритикую тренера снова Лос-Анджелес Галакси ну и впереди ответная встреча впереди ответная встреча да буквально 2 дня и я надеюсь что Галакси тоже подустал потому что всего лишь 2 дня на отдых у нас то состав должен быть готов но это мы уже узнаем в следующей серии спасибо ребят за просмотр не забывайте про лайки и комментарии все решится уже в следующей серии как мы закончим сезон в итоге полуфинал и возможно финал и возможно переход в новый клуб все в следующей серии посмотрим всем пока в следующей серии